Как вы считаете, друзья, важна и нужна ли сегодня допризывная подготовка молодых людей? И на что в ней следует расставить особые акценты? Повестка в почтовом ящике. Явиться военкомат. И тут большинство парней с гаджетами в руках начинают вспоминать про турник, кросс, сгоняя жирок или наращивая мышечную массу. А те, кто не позаботился хотя бы о физической подготовке, потом пишут слезные смс мамам про тяжелые армейские будни. Но есть и те, кто мечтает служить в армии с детства, грезит спецназом или другим родом войск. В любом случае, раз армия неизбежна, то возникает вопрос, где можно к ней подготовиться. Есть ли армейские курсы или крупицы подготовки придется собирать по секциям и качалкам. Приветствую, на связи Нью Солдат. Сегодня расскажем историю человека, который смог не только свою мечту о службе в спецназе воплотить в реальность, но и другим помогает в достижении этой цели. История руководителя Уфимского центра спортивно-военной подготовки спецназа до призывной молодежи Ильшата Мирсаитова. В этом выпуске о целенаправленной комплексной подготовке мальчишек к службе в спецназе и о том, что детская мечта о нем – это навсегда. И о проводниках в настоящую мужскую жизнь, где выше нас только звезды. Итак, мы начинаем. Ильшат Мирсаитов считает своей самой большой удачей встреча на жизненном пути с достойными людьми, которые благотворно повлияли на его судьбу. Первым был учитель физкультуры и начальной военной подготовки в башкирской сельской школе. Отставной спецназовец Алексей Юрьевич Дружинин и привил мальчику любовь к спорту, заложив основу его дальнейших спортивных успехов. Но главное, что юный еще Ильшат Мирсаитов усвоил на этих уроках, защита Родины – это достойное дело для настоящего мужчины. Кроме того, советский кинематограф тех лет регулярно радовал подростков динамичными фильмами о героических буднях наших десантников. Любимый фильм 14-летнего Ильшата – остросюжетный в зоне особого внимания, обучениях советских десантников. Снимают ли сегодня подобные фильмы, которые показывают, каким должен быть настоящий мужчина. Надо смотреть, искать, выбирать. Хорошие картины бесспорно есть, а в них есть и правдивые моменты, и откровенная выдумка. Как вариант, можно пересмотреть наш выпуск под названием «Реальный спецназ. О чем врет кинематограф» или же «Фильмы про ВОВ. О чем врет кинематограф». В них мы сделали обзор, на наш взгляд, самых сильных фильмов, которые стоит посмотреть. Отдельное внимание можно уделить выпускам «Балканский рубеж. Что же было на самом деле? История» и «Несокрушимый танк Т-34». А потом посмотреть сами фильмы. Поверьте, равнодушными они вас не оставят. Но давайте вернемся к истории Ильшата Мирсаитова. Мечта мальчика о карьере спецназовца не была случайной и мимолетной. Но окончив в 1987 году школу с серебряной медалью, он уступил требованиям родителей и подал документы на факультет физики Башкирского государственного университета. Детская мечта никуда не исчезла. Ильша целый год совмещал занятия физикой научной с развитием физики собственного тела, получил разряд по парашютному спорту. Как только ему исполняется 18, студент Мирсаитов забирает документы из университета, а в инкомате просит направить его воздушно-десантные войска. Друзья, а есть среди вас те, кто в свое время поступил точно так же, забрал документы из универа и ушел служить в армию? Расскажите в комментариях под видео, как вам дался такой шаг и не пожалели ли вы потом о нем? А мы продолжим. Отслужив 8 месяцев срочной службы в Псковской дивизии ВДВ, по направлению из части он весной 1988 года поступает в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Здесь Ильшат Мирсаитов проходит уникальную подготовку, лучшую в мире на тот момент, по программе для войск специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. Из легендарной Рязанки Ильшат вышел в 1993 году с лейтенантскими погонами, с квалификацией специалиста оперативно-тактической разведки, референта-переводчика с персидского языка. Он свободно владеет языком дари – это такой вариант персидского языка, распространенный в Афганистане, Северном Пакистане и Восточном Иране. Полон сил и мечтает служить Родине. Но, поступая в училище, он собирался защищать СССР. К моменту его окончания такой страны больше не было на карте мира. А в Новой России начала 90-х армию не жаловали. Офицерского жалования не хватало, чтобы прокормить семью. Поэтому яркая примета того времени – майоры разгружают по ночам товарные вагоны, полковники на оставшихся от прежней жизни разбитых «Жигулях» занимаются частным извозом. Ильшат Мирсаитов служил в отдельной бригаде особого назначения сначала в Забайкалье, затем в Самарской области. Но несокрушимая когда-то советская армия, на тот момент уже российская, рушилась на глаза. Ухудшалось материально-техническое снабжение, снижалось качество боевой подготовки и падал моральный дух. Годы службы Ильшат вспоминает как время счастливое, но голодное. Счастливое, потому что занимался любимым делом – служил в спецназе. Решение уйти из спецназа было очень болезненным для Мирсаитова, но в тот момент единственным спасительным для его семьи, жены и двоих детей. В 1999 году Ильшат Мирсаитов начинает гражданскую службу в отделе экономической безопасности одного из коммерческих банков Самары. Параллельно получает юридическое образование. В Самаре Ильшату посчастливилось встретить Вениамина Плетнева – профессионального тренера, настоящего сенсея, и вместе с сыном он начал осваивать школу карате Кёку Синкай. В 2010 году семья Мирсаитовых переезжает в Уфу, где Ильшат начал трудиться в уже хорошо знакомой ему сфере банковской экономической безопасности. Но сытая рутинная работа в офисе тяготила выпускника Рязанки. Он уволился из банка и подал рапорт с просьбой о зачислении в Уфимский отряд специального назначения внутренних войск. Ильшат мечтал вернуться в спецназ, но сработал возрастной ценз. Ему исполнилось на тот момент 40 лет, и несмотря на прекрасную физическую форму, он уже был староват для краповых беретов. И со всем своим образованием, с уникальными умениями и навыками Ильшат оказался неудел. Поиск нового пути был недолгим, благодаря счастливой встрече с полковником Салаватом Якуповым, талантливым педагогом и большим энтузиастом своего дела, основателем и директором Уфимского воздушно-десантного кадетского корпуса. Именно Якупов, а также коллега-спецназовец майор Фаниль Султан Голов убедили Ильшата заняться воспитанием кадетов. Мирсаитов проработал здесь 7 лет, преподавал физкультуру, общество знания и экономику, занимался парашютно-десантной подготовкой. Стал непререкаемым авторитетом для воспитанников. Предмет особой гордости всего педагогического состава кадетского корпуса – выпускники, выбравшие военную стезю. Их 90%. А Ильшат особенно радуется за тех, кто поступил в Рязанское воздушно-десантное училище или призвался служить в воздушно-десантные войска. А таких немало. В 2017 году Ильшат с группой инструкторов японской школы карате Кёку Синкай, у самого Мирсаитова «Черный пояс», открыл в Уфе Центр спортивно-военной подготовки спецназа до призывной молодежи. Проект создания центра был признан лучшим в области физкультуры и спорта в Башкортостане, в 2017 году. К слову, сегодня в нашей стране и у наших соседей несколько подобных центров. К примеру, широко известна школа до призывной подготовки «Хочу в спецназ» города Липецка. У многих на слуху белорусский центр специальной подготовки «Скиф». В настоящее время центр Ильшат и Мирсаитова на регулярной основе для занятий карате посещают дети и подростки от 6 до 16 лет. Что примечательно, берут всех без отбора. А с 14 лет после прохождения медкомиссии, желающие могут заниматься парашютным спортом, подводным плаванием, горной подготовкой и другими экстремальными видами спорта. Это ли не мечта всех мальчишек? И что действительно важно, отсутствие первоначального отбора дает шанс всем. Как говорится, ложку в руки дали, а дальше старайся, учись есть и не будешь голоден. Самый горячий период в работе центра – спортивные лагеря в дни школьных каникул, 4 раза в год. Здесь в дополнение к карате Кёку Синкай добавляются интенсивные занятия подводным плаванием, скалолазанием, картингом, пейнтболом, страйкболом. В ближайших планах – организация занятий по ножевому бою и ММА. Инструкторы центра уверены, что их ученики будут использовать полученные боевые навыки только во благо. Ведь Кёку Синкай – это не один из самых эффективных стилей боевых искусств. Прежде всего, это философия, которая пропагандирует принцип ненападения и неприменения силы, если только вашей жизни и жизни ваших близких не угрожает опасность. Кёку Синкай воспитывает уважение к сопернику, к старшим, дисциплинирует. Но физическая подготовка в центре не самое главное. Важнейшая составляющая занятий – психологическая закалка. Мир Саитов уверен, что армия не будет для этих пацанов пугающим монстром. Они к ней готовы и физически, и психологически. Им прививают умение понимать себя, принимать правильные жизненные решения, отстаивать и реализовывать их. Какую бы профессию они ни выбрали, это с ними навсегда. Как вы считаете, друзья, могут ли подобные центры не просто помочь в подготовке молодого человека к армии, но и в целом дать ему закалку на всю жизнь, вне зависимости от того, в какой сфере человек обретет свое призвание? Высказывайтесь по этому поводу в комментариях под видео. А мы идем дальше. По мнению психолога профессора Михаила Барышева, преимущество практик спецназа и восточных единоборств состоит в соединении двух компонентов. Когда физический компонент накладывается на психологический, то мальчики вырастают другими. Они развиты физически, владеют определенными приемами, которые позволяют им защищать не только себя, но и окружающих. Но при этом они прекрасно понимают, что эти навыки и умения не должны использоваться просто так на потеху, за это исключают. У мальчика формируется внутренняя скромность, появляется глубокая уверенность в себе, я способен защитить. А что это дает мужчине? Мужчина становится ответственным за свои слова, за свои поступки. Эти практики формируют личность, они позволяют воспитывать молодых людей, которые способны решать свои жизненные проблемы самостоятельно, могут защитить себя и других, принимать на себя ответственность. Это становится образом жизни. Поэтому в спецназе случайных людей не бывает. Ильшат производит впечатление счастливого человека. Но и у него есть мечта – открыть в Уфе военный колледж для родного спецназа. Они, по словам Ильшата, готовы в различных качествах самым активным образом участвовать в создании военного колледжа спецназа. И каждый из них может стать образцом для подражания у мальчишек – главным авторитетом по жизни. Тем, кем для Ильшата Мирсаитова стал его школьный учитель физкультуры. Кем является он сам для воспитанников уфимского Центра спортивно-военной подготовки спецназа до призывной молодежи – проводником в настоящую мужскую жизнь, где выше нас только звезды. Как видите на примере Ильшата Мирсаитова, если есть мечта и желание ее достигнуть, то все возможно. Главное – поставить цель и идти к ней. А сегодня вопрос до призывной подготовки молодежи – один из ключевых. Ему уделяется большое внимание, о чем свидетельствуют проекты, подобные военно-спортивному триадлону «Юный спецназовец». Да, он не получил поддержку со стороны фонда президентских грантов. Однако же само наличие такого проекта говорит о том, что тема востребована и тема нужна. В современных условиях развития общества идеи патриотизма и военного воспитания должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие духовно-нравственные, социально и личностнозначимые чувства, убеждения, позиции и ценности будущего воина, воспитывается готовность и способность к активным действиям на благо и защиту своего Отечества. Как вы сами смогли увидеть сегодня на примере нашего героя, вся его подготовка нашла применение, пусть и не в спецназе, но в жизни. Человек нашел свое место. Да, он родился и вырос в другой эпохе, но и сегодня, как никогда, кстати, актуально то, чему он учит. Актуальна допризывная подготовка юношей. Сокращение сроков службы по призыву в условиях оснащения армии современными системами вооружений и военной техники поставило задачу перевода на качественно новый уровень системы допризывной подготовки молодежи. В новых условиях ежегодно в ряды вооруженных сил призывается около 250 тысяч человек, допризывная подготовка которых в новых условиях должна заменить обучение личного состава первые полгода службы, ранее осуществлявшейся в учебных подразделениях Министерства обороны РФ. Солдат, особенно в условиях одного года службы, должен быть постоянно готов к решению боевых задач, а это, в свою очередь, требует качественного изменения всей системы допризывной подготовки. Сейчас мы зачастую видим обратную картину. Нынешний уровень подготовки новобранцев пока еще очень слабый. Одна из серьезнейших проблем для солдат первых месяцев службы – их психологическая, а нередко и физическая неготовность к резкому изменению привычного образа жизни. Между тем, сложившаяся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и в случае необходимости встать на его защиту. На этом все. Если вам понравился наш сегодняшний сюжет, то не скупитесь на лайки, оставляйте свои комментарии под видео и предлагайте темы для новых выпусков. А чтобы не пропустить свежий ролик канала Нью Солдат и в числе первых посмотреть его, нажмите на колокольчик. До скорой встречи, друзья!